всем привет спортачи всем привет всем привет как вам седьмое место в рпл вы довольны вот обоскали сколько-то матч дисквалификации дали наверное мы его больше в россии не увидим слушайте мне кажется он специально это сделал ну не хочет меня лукой волны чуть делать надо дисквалифицировать дисквалифицироваться вот так ну сразу переходим к трассерной новости главный станет пармосход спартака что скорее всего рыбалта станет новым и спортивным директором спартака только рыбалта рыбалта по моему два года работа спортивным директором зенит кто это такой это скаут скорее не спортивный директор таскал хороший скал европейский скал при нем зенит пришли такие игроки малаком венду ловренду гла сантос борис маркизио мы при нем где не стал 20 чемпиона вот но в первую очередь ребята это скаут и в первую очередь европейский европейский и европейский чем игроков при 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 рыбалте да зенит покупал дорого но относительно но за малаком отдавали дорого венду латур хорошо давать вот маркизи бесплатно получали но нужно понимать что рыбалта это скаут который имеет очень хорошие связи и исключительно в европе все то есть он становится скаутом не скаутом спортивным директором спартаке соответственно он будет пытаться приманить спартака каких-то игроков исключительно из европы вот никакой латинской америки не будет там бразилия там никаких бриллиантов там 17-летних пареньков из бразилии и рыбалта не будет искать он будет искать скорее всего ветеранов ветеранов таких уже ветеранов стариков почему визиром из европы почему потому что у него связи только в европу вот сейчас из европы в россии никто не перейдет по одной причине нет никаких еврокубков да смотря на этот зенит играют игроки и без еврокубков да но спартак не будет платить 5 миллионов игрокам там будет все за копейки я очень сомневаюсь очень сильно сомневаюсь что рыбалта найдет сейчас хороших игроков для спартака в европе вот потому что ну практически ничего там нет а из тех кто есть они просто в россии не приедут не придется как ну там нет еврокубков что-то делать вообще отстаньте от нас поэтому в целом я скорее расценивает возможный трансфер рыбалта спартак как отрицательно все-таки надо брать скаута с видением слова латинской америки то есть оттуда надо брать то есть из латинской америки америки и желательно недорого европе вы ничего сейчас не возьмете а вот потому что ну нет еврокубков да и за евро всеми европейскими командами игроками следят другие скаут вот но это вот первый минус то что рыбалта он только сказал по европе второй минус что это не спортивный директор спортивный директор это скаут ребят это скаут то есть будет проблема функциональном состоянии игроков у спартака вот поэтому так говорить нет я и меня никакого воодушевления потому что там спартак будет лучше играть при рыбалке абсолютно точно не игроков нормальных он не наберет спартак я могу сказать сразу кого наберет то есть пригласят каких-то топовых бывших ветеранов типа ловрина маркизи помните трансфер провальный вот вот типа вот таких ветеранов он пригласит московский спартак распилитесь разумеется баблишко за их приход но ничего хорошего они для московского спартака не принесу такие дела всем пока